Добрый день. Управление транспорта администрации города. Рейд по автобусам, регулярные мероприятия транспортной комиссии. Проверяют несколько моментов. Главное это рабочее состояние автоинформатора, который объявляет остановки. И наличие системы ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать, где находится автобус и сколько он простоял в том или ином месте. Уделяется внимание чистоте транспорта, а в зимний период и отоплению салона. Водители на проверку реагируют по-разному. Одни нервничают и прячут лица за капюшонами, другие открыто все рассказывают. За чистотой постоянно следим. Каждую неделю бойку делаем. Последнее время в интернете почти каждую неделю появляются негативные новости и комментарии в сторону водителей городских автобусов и маршруток. А в диспетчерскую службу жалобы поступают каждый день по несколько раз. Интервал движения не устраивает. Очень часто поступают жалобы, что водители разговаривают по телефону во время движения транспорта. Долго стоят автобусы на остановках. Транспортная комиссия жалобы граждан не только подтверждает, но и оперативно на них реагирует. С курением жалоб нет практически сейчас. За разговор по телефону в принципе такие поступают обращения граждан. Но за данное нарушение привлекают к ответственности сотрудники ГИБДД. Всю негативную информацию диспетчеры передают компаниям-перевозчикам, те в свою очередь своим водителям. Всего во Владивостоке сегодня 91 маршрут и за них отвечает 14 компаний. Причем с каждой у администрации города заключен договор, где прописаны все правила перевозки и поведения водителей. Согласно документу на остановках автобусы могут стоять не больше двух минут. На конечных пунктах другая ситуация. Здесь четкого регламента нет. Время отправки диктует диспетчер. Порой пассажиры жалуются, что водители выбегают на остановки из автобуса, чтобы купить кофе или шаурму. Но они одни правила не запрещают это делать. Главное, чтобы водитель укладывался в две минуты. Другой вопрос, могут ли водители есть и пить за рулем. Ответ однозначный – нет. Для этого у них есть время перед отправкой на конечных пунктах. В интервалах между движением они могут и разговаривать по телефону, в то время, когда руки не заняты рулем. Правда, ПДД разрешает разговоры и во время движения, только через гарнитуру. А вы говорите по телефону во время движения? Нет. Нет? Есть специальная гарнитура, да. Вот специальная гарнитура. Это так можно, да? Да. Какой-то конкретной статистики, на какие маршруты люди жалуются чаще всего – нет. Но пассажиры для себя уже давно определили самые нелюбимые направления. Самый опасный маршрут – это 54-й, я считаю. Один раз я ездил, был случай, вот эта сидушка была не прикручена. И женщина сидела с краю, и он, получается, поворачивал, и она вот так вот туда упала вместе с женщиной. В этот раз рейд провели по автобусам на площади Семеновская. Крупных нарушений выявлено не было. Только в одном автобусе отсутствовал автоинформатор. Компания-перевозчик пояснила, что он в ремонте. Подобные рейды устраивают почти каждую неделю. Смотрят как автобусы, так и маршрутки. Но не все – выборочно. Так что чаще всего выявлять нарушения помогают сами пассажиры. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.